Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Союз женщин России принял активное участие в сборе гуманитарной помощи и мобилизованным грузом лично сопроводили к месту дислокации бойцов. Более 9 тысяч тонн сахарной свеклы произведено на сегодняшний день Аркиншахарским сахарным заводом. Ежегодная выработка сахара составляет 19 тысяч тонн. Студенты-стипендиаты правительства России встретились с министром образования и науки Иной Кравченко, а в этом году стипендии получили 20 человек. Прикоснуться к мировым достопримечательностям впервые в Черкесске открылась тактильная музейная выставка. Указом главы Республики Рашида Тимрезова в Карачао-Черкесии расширен перечень соцгарантий для участников специальной военной операции, постоянно проживающих на территории нашего региона. Так, единовременная региональная выплата в случае тяжелого ранения 300 тысяч рублей, в случае легкого ранения 100 тысяч рублей. При этом на данные выплаты могут претендовать участники СВО, которые получили ранения в ходе исполнения задач специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года. Кроме того, на уровне региона установлены выплаты семьям погибших участников специальной военной операции в размере 1 миллиона рублей. Для получения выплат необходимо предоставить пакет документов из военного госпиталя и обратиться в Минтруд к Карачао-Черкесии по номеру телефона 26-62-81. Регионы продолжают направлять гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Карачао-Черкесское региональное отделение Союза женщин России приняло активное участие в сборе продуктов питания, необходимых средств мобилизованным. Подробнее расскажет Карача Биджиев. Сердце матери. В этих словах столько заботы и добра. Сердце матери – это акция, в которой участвуют все женсоветы страны. И наше региональное отделение не исключение. Немало молодых людей из Карачао-Черкесии принимает участие в специальной военной операции. И главная задача Союза женщин России – поддержать бойцов в их нелегкой задаче – в защите Родины. В добровольном сборе гуманитарного груза участвовали все неравнодушные люди, желающие хоть как-то протянуть руку помощи. Активное участие принимали районные женсоветы, школы и просто обычные люди – чьи-то матери, сестры, жены. За что и благодарят их от лица председателя Карачао-Черкесского регионального отделения Союза женщин России. Люди сами, увидев объявление о нашей акции, сами звонят, интересуются, чтобы было лучше положить в эти коробки. Сами хотят принять это участие и поддержать наших ребят. Эмоциональная поддержка солдат – немаловажная задача. Как отметила председатель Карачао-Черкесского регионального отделения Союза женщин России Марина Барлакова, данные акции они хотели поддержать наших соотечественников. Для того, чтобы военнослужащие почувствовали частичку тепла со своей Родины, где их с нетерпением ждут. Эта гуманитарная помощь отправится в часть, где проходит дислокация наших солдат из Карачао-Черкесии. Со скорым приходом зимы были отправлены теплые вещи – медикаменты, консервы, чаи и, конечно же, письма, поддержки для бойцов. Письма разные – как от детей, так и от взрослых. Эти носки я связала для вас. Пусть ваши ноги будут в тепле. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Бабушка Люба. Город Карачао, группа Ивушка. В этой гуманитарной помощи есть маленький сюрприз. Это именная посылка от семьи и коллег для одного из солдат. Один из мобилизованных – это наш работник, Бережной Михаил Николаевич, которому мы сделали именные посылки. Сделали именные посылки. Его семья, дети написали письма. Мы хотели бы, чтобы эти посылки он получил и все-таки знал, что мы болеем за него душой, что мы ждем его живым, невредимым. Председатель Карачао-Черкесского оригинального отделения Союза женщин России Марина Барлакова решила лично сопровождать груз до места распределения посылок. И, как она отметила, эта акция все еще продолжается. Арча Биджиев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачао-Черкесия. Дружба. Более 9 тысяч тонн сахарной свеклы произведено на сегодняшний день Аркеншахарским сахарным заводом. Завод, на котором в сезон работает более 300 человек, ежедневно отгружает тонны продукции. На сегодняшний день на предприятии заготовлено более 110 тысяч тонн сырья. Оно поставляется от местных аграриев. Площадь под сахарную свеклу увеличивается. Ежегодно свеклосеющим хозяйством региона оказывается государственная поддержка в виде субсидий на развитие свеклосахарного производства. Ежегодная выработка сахара составляет 16-19 тысяч тонн. Сегодня в Черкесске прошла встреча министра образования и науки Карачао-Черкесии Инны Кравченко с учащимися среднепрофессиональных колледжей и лицеев республики. Участие в федеральных и региональных программах позволяет республике ежегодно укреплять материально-техническую базу учреждений среднего профессионального образования, открывать в них новые мастерские. Руководитель ведомства рассказала, что в прошлом году стипендии правительства России получали 12 студентов из Карачао-Черкесии, в нынешнем уже 20 человек. Инна Кравченко также отметила тягу к знаниям у самих учащихся, вклад их наставников, воспитания и подготовку квалифицированных специалистов. В первую очередь каждого из вас я хочу поблагодарить за высокие достижения в учебной деятельности, за то, что каждый из вас является победителем, призером республиканских, региональных, национальных, всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, за то, что вы не останавливаетесь на достигнутых успехах и достижениях. И, конечно, у каждого из вас, мы все прекрасно понимаем, сложится по-своему своя профессиональная деятельность. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Температура ночью минус один плюс один, а днем 11-13 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Развитие финансовой грамотности в регионах Северного Кавказа обсудили в Железноводске на окружной конференции. Рассмотрели тренды, задачи и перспективы в этом направлении. В мероприятии участвовали и представители отделения Банка России по Карачао-Черкесии и регионального министерства финансов. Альбина Ламков продолжит тему. Организаторами конференции выступило Министерство финансов Российской Федерации, Банк России и правительство Ставропольского края. Для повышения финансовой грамотности необходимо объединить и структурировать весь имеющийся опыт. Это позволит усилить межведомственное взаимодействие и масштабировать интересные работающие проекты, отметил в своем выступлении заместитель министра финансов России Михаил Катюков. Он также обозначил приоритетные направления в сфере финансовой грамотности на ближайшие годы. Регионы Северного Кавказа активно участвуют в проектах Банка России по финансовой грамотности. Например, в Ставрополе создали аудиолекции финансовой культуры, которые слушают по всей стране. Кстати, в некоторых регионах их перевели на национальные языки для удобства местных жителей. И такой формат очень востребован на Северном Кавказе. В приоритете Банка России в этой работе на ближайшие годы инвестиционная, цифровая и киберграмотность, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками, а также работа с наименее защищенными категориями граждан. Школьники СКФО с удовольствием смотрят онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности. Так, по итогам весенней сессии этого года в проекте приняли участие около 70% школ, а всего их более 3000. Это лучший показатель в стране после Южного федерального округа. При этом Северный Кавказ активно наращивает работу по финансовому просвещению. На совещании отметили существенные результаты работы отделения Банка России по Корчаево-Черкесии. Так, по итогам весной этого года сессии онлайн-уроков финансовой грамотности в регионе входят в двадцатку лучших по стране и в лидерах в СКФО. Альбина Ламкова, Вести, Корчаево-Черкесия. Делегация из Абхазии, в составе которой были преподаватели, школьники и студенты, посетили фестиваль абазинского языка и литературы. Они побывали на многих мероприятиях, одно из которых проходило вауле Кубина. Братский народ встретили, как и подобает мамалыгой и бахсымой, песнями и танцами. Гостям показали школьный исторический музей, затем все поучаствовали в литературном вечере, посвященном памяти абазинских классиков и уроженцев Кубины. Калиджи Гутанова было бы в этом году 95 лет, Джималудину Лагучеву – 90. Школьники рассказали о творчестве выдающихся писателей, читали их произведения. Все остались под ярким впечатлением от знакомства и общения. Нас очень тепло приняли, как только мы зашли, сразу песни, веселье. Тут все очень понравилось. Дальше нас проводили в музее. Там мы провели маленькую экскурсию. Все очень доступно, интересно, понятно. Нам объяснили, что для чего. Показали, рассказали биографии многих писателей, например, Чкутана Али. Показали его стол, на котором он работал, его работы, его книги. Это первый раз, мне очень сильно понравилось. Это ваша природа очень прекрасна. Впервые в Черкесске открылась тактильная музейная выставка. Все желающие могут прикоснуться к мировым достопримечательностям в уменьшенной копии. Этот проект победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Подробности у Альбины Курочинова и Кенжиуай. На выставке представлено 30 объемных тактильных экспонатов, среди которых копии мировых архитектурных достопримечательностей, исторических памятников регионов СКФО, Аланские храмы и другие. Организаторы говорят, уникальность выставки в том, что все экспонаты можно потрогать руками. То есть люди с нарушениями зрения могут на ощупь оценить, как выглядит, например, лондонский Биг Бен, Эйфелева башня, американская статуя свободы, знаменитый Колизей, великий Тадж-Махал, Московский собор Василия Блаженного, египетские пирамиды и буддистские храмы. Мероприятие для нас знаковое, потому что открывает, я думаю, новую страницу в искусстве, в творчестве, которая отдельно уже начинает прицельно работать на тех, кому обычные, к сожалению, картины недоступны. Цифровые технологии сейчас настолько позволяют даже незрячим людям представлять окружающий мир. И вот 3D-примитеры, 3D-технологии, конечно, позволяют не только, то, что описание – это одно, как говорят, технокоммунитированное, когда человек своими пальцами ощущает объект, ну, даже любой, это очень здорово. Шагнинский храм, соборная мечеть Черкесской, Горянка из Карачаевска, а также памятник Лермонтову в Кисловодске со срока из Нальчика даже не скажешь, что напечатано всё на 3D-принтере. Присутствующие говорили, что это как виртуальное путешествие по странам и городам. Многие из нас, неважно, независимо от того, есть проблемы с зрением или нет, мы все с вами любим путешествовать, мы все хотим больше узнавать о тех или иных бесприлучательностях архитектурного, скульптурного наследия. Но не всегда у нас это получается, не всегда это бывает возможным в силу разных обстоятельств. И вот та выставка, которая сегодня здесь развернулась, она помогает, с одной стороны, всем нам, в принципе, увидеть, узнать, что есть такие архитектурные жильчужины. Ежедневно в определенное время экскурсии будет проводить Тифло-комментатор. Каждый экспонат сопровождает табличка с описанием шрифта Мбрайля. Кроме того, зал, где проводится выставка, оборудован тактильными плитками, а стол с экспонатами огражден перилами. Организатор выставки – благотворительный фонд «Помощь». Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник является партнером проекта. Выставка будет интересна любому обывателю, а вход на экспозицию свободный. Все, кто хочет прикоснуться к мировым достопримечательностям, можно сделать это до 13 ноября. Альбина Курачинова, Кенжи, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова